Бережное отношение к природе у учащегося Кирилла Снитко сформировано еще с детства. Говорит, родители неустанно повторяли, хочешь, чтобы мир вокруг тебя стал краше и немножко лучше, возьми и сам сделай его таким. Я люблю играть на природе с друзьями, потому что это приносит мне удовольствие. И когда прихожу в лес какой-нибудь и вижу мусор, это для меня вызывает какое-то недовольствие. Сегодня я в лесопарке Бышки пришел убирать мусор, потому что не люблю, когда мусорят. То есть это как-то по-свински. То есть прийти, не убрать, это поступить поводно. Правило не мусорить там, где живешь, а наоборот украшать придерживается и будущий парикмахер Валерия Молокович. После лета в лесном массиве Бышки под ковром из желтых листьев виднеются пластиковые бутылки, стекло и другой неразлагающийся мусор. А ведь все это наносит экосистеме непоправимый вред. Я знаю очень много интересных фактов. И один из них, это, например, пластмассовая бутылка, она разлагается больше десятки лет. А, например, просто какие-то остатки еды, они разлагаются на протяжении буквально месяцов. Существует же просто огромное количество мусорок. И я не понимаю тех людей, которые просто могут посидеть где-то в лесу, даже если это просто посиделка у костра. Почему бы просто не убрать за собой мусор? Ежегодно в наш город со всех уголков мира приезжают многочисленные иностранные гости. С тех пор, как Гродно стал безвизовой зоной, о красивом, богатом истории городе над Неваном знают даже за океаном. Гродно – чистый и ухоженный город. Это отмечают зарубежные гости от рядовых туристов до политиков. И в этом огромная заслуга не только руководства, но и самих горожан, а также волонтеров. В любую пору года они добровольно приходят на субботник, чтобы добавить любимому городу лоска и красоты. Сегодня перед нами стоит задача убрать 9 гектаров леса по территории лесопарка Пышки. Лесопарк Пышки в нашем городе – это территория отдыха наших горожан, где отдыхают все категории людей. Отдыхающие разные бывают. Кто-то убирает за собой мусор, а кто-то оставляет. И наша молодежь хочет сделать данную территорию красивее и чище. Провести субботу на свежем воздухе с пользой для родного города предпочли не только молодые люди, но и те, кто постарше. Учащиеся или руководители общественных объединений и предприятий, заводчане или офисные работники, пенсионеры или госслужащие – неважно. Главное – это гвардия неравнодушных людей. Мы жители этого района, мы любим нашу лесопарковую зону. Здесь летом люди загорают, отдыхают, наверное, и мусорят. Мы потом все это дело ходим, прибираем, помогаем. Город нужно содержать в чистоте. И жители района неравнодушны к этому. Всегда выходят на эти акции у нас и весной, и осенью проходят эти акции. И все потому, что приятно гулять в чистом лесу и дышать свежим воздухом. А вот тех, кто мусорит в лесу, оставляет после себя в парках и скверах неприятные метки, наказывают рублем. Штраф от 20 до 300 базовых величин. Благо, количество тех, кто по зову души берет ответственность за родной город в свои руки и стремится принять участие в глобальной уборке города, год от года растет. Хотя, говорят, чисто не только там, где постоянно убирают, а там, где не сорят. Алла Внучко, Сергей Печерица, Новости, Гродно+.